всем привет на моем канале сегодня на обзоре инструмент от стэнли это шило хотя может показаться что это отвертка но это шило буквально в одном из своих последних видео там при обзоре мультитулов я говорил о том что одним из востребованных инструментов мультитуле для меня является шило и по той причине что если скажем большинство инструментов которые есть мультитуле у меня есть в виде отдельных инструментов то есть полноценных там пилы ножницы плоскогубцы отвертки естественно то вот как раз именно вот шило которое есть во многих мультитулах у меня как-то и нету отдельно по той причине что я не встречал фирменного шила каких-то именитых брендов как бы в продаже и вообще в ассортименте может быть они конечно и существуют но не встречал и по этой самой причине я как бы и оборудую даже мультитулы у которых изначально шила нету то есть делают эти апгрейды модификацию которую вот который я часто показываю на своем канале например вот blast у меня с шилом хотя как мы знаем модель blast не оснащена шилом но вот я поставил сюда вот ребара вот wave original первый мультитул однорукий значит тоже я модификацию если не ошибаюсь показывал тоже я в него поставил шило от модели pst все без каких-либо там переточек заточек просто путем перестановки и перекомпоновки инструментов вот я как бы вот шило мне надо надо я уже ну кто меня смотрит то это регулярно повторяю где оно мне надо но в домашних домашний быту такую частенько встречается где-то в дереве сделать и такой накернить отверстие под под винт где-то может быть и дырочку в том же ремне проделать пластиковом горшке проделать отверстие для слива ну в общем а даже скажем когда открываешь сгущенку металлической банки вот когда явно с детства такой прикол пить именно сгущенку две дырочки проделать каким инструментом как не шило можно это проделать если вы говорите о мультитуле ножом не слишком большое отверстие да и жалко клинок вдруг все во-первых рк понятно сразу уродуется во-вторых не исключено риски его и повреждения этого кончика шило более толстая не такой рычаг в общем шило надо значит и вот какое чудо я заходил в строительный магазин недавно и смотрел как раз отвертку мне нужно было отвертка на подарок коллеге ну и конечно же внимание бросилась стэнли и фирма и недорого значит и относительно других брендов значит и смотрел смотрел там как раз висит стенд приколоты всякие эти инструменты и стэнли и китайский ширпотреб и как-то обращаю внимание что это оказалось шило то есть мне даже в голову не пришло что у стэнли могло быть вот так отдельно шило тем не менее оказалось значит оно просто видите блистер такой от отвертки видимо универсальная упаковка значит но вот такая вот штука значит ну перед я вам показал стэнли серии fatmax fatmax это как напомню это блатная серия то есть это элитная то есть и стэнли такой неплохой рядовой а fatmax это уже такой более менее вообще отличный значит маркировка вот она ноль шестьдесят пять четыреста девяносто один ну здесь написано пять миллиметров диаметр семьдесят пять миллиметров длина то есть семь с половиной сантиметров по ходу тут семь с половиной сантиметров ну диаметр это если здесь центральной части брать круглой цилиндрической точнее с обратной стороны опять же маркировка опять стэнли fatmax опять размеры здесь показан где как раз можно использовать примеры вот например вы делаете петли там на коробке на двери прежде чем винчивать шуруп удобно шилом сделать вот такие вот отверстия вот еще один пример использования шила вот вы линейкой по дереву что-то там проводите как бы вместо карандаша скажем уже чертите направление для отрезания или еще какой-то разметки вот она запечатана сегодня мы вере сейчас мы его откроем вот но хотел сказать что еще прошила у меня как бы было в наборе стэнли уже который я уже много лет использую это мой сайте самый первый набор отверток который я сам себе купил то есть будучи уже взрослым время взрослым а самостоятельной жизни то есть в квартиру новую купил себе тогда в строительном магазине отвертки я еще не знал ни про стэнли ни про что но выбрал тогда ориентируясь на то что тут все таки так качественно все написано всевозможные указания патентов made in taiwan california usa то есть там адреса вот я понял что это не может быть ужасом каким-то как большинство другого инструмента так вот в этом наборе кстати современная версия есть небольшими отличиями но продается до сих пор здесь было такое шило тут одна отвертка с кучей всяких насадок то есть можно использовать узенькую отверточку вот ну отверточки вот три крестовых три плоских такой типа гвоздодер аля ломик и вот такая вот шила то есть его можно было одевать бы сюда и прокалывать но штука в том что она мне уже за годы конечно затупилась и оно было просто такой вот здесь цилиндр здесь на конце коническая форма и такая форма как бы небольшие такие отверстия может проделать но полноценно вырезать не может из-за отсутствия заточки вот ну а это получается это шило если там посмотреть сквозь упаковку но имеет все-таки не не коническую форму а там грани скажем пирамида или что-то в виде геометрического тела вот то сейчас посмотрим оно должно при повороте все-таки на полноценно прорезать вот это дело значит ну давайте откроем для открывания возьмем джуз у него более маленький клинок так раз два так ну и наверное еще вот тут вот подрежем чтобы его нормально извлечь итак вуаля извлекаем извлекли вот такое приятное очень на ощупь очень удобно держать вот такое шило не знаю сфокусируется здесь вот такое вот очень здоровская здесь вот такой твердый пластик здесь какой-то это видать в основании куда загнуто здесь такой серый тут черный тут дырочка для подвеса единственное что я сразу хочу сказать что мне не понравилось это отсутствие какого-то защитного колпачка но у меня есть по моему от пинцета я придумаю потом покажу в конце может быть повысить так у меня доска такая это у меня рабочая доска я здесь видите зеленый цвет вот от пасты гой от заточек вот сейчас посмотрим как оно проделывает различные отверстия вот например у меня кусок ремня белого здесь уже заводская дырка была ну вот можем попробовать уже проделать так раз придется на весу ну вот такие вот проделывая проделывается отверстие все проделали назад вытащили ну и вы знаете более менее даже неплохо обычно я еще с обратной стороны также проделаю для того чтобы выровнять дырку о посмотрите довольно неплохо но вот с обратной стороны это всегда так будет поэтому кстати совет всегда делайте с лицевой чтобы вот это нехороший момент с обратной стороны вылез можно его подрезать можно еще как-то линолеум кусочек линолеума который я недавно проделал ну линолеум то вообще чепуха мягкий материал вот резина резину тоже вошло ага но единственное что в резине не осталась дырка вид вид видимо то есть она проходит но но как бы конкретно в отверстие не видно но она там есть вот это дермантин это тоже от ремня но не кожаного то было белая кожаный тоже посмотрим как она дермантин вот видите в дермантине тоже в сути дырки не осталось видимой вот кстати для сравнения бластовским хотя это от ребара то же самое то есть тут надо вот может быть прорезать вот вы вырезать как лезвием чтобы была дырочка а здесь вы видите есть в коже продела ну и в конце концов деревяшечка ну вообще оно конечно не предназначено чтобы прямо сверлить скорее всего но для проделывания таких более мелких отверстий ну уже посмотрим вот оно выходит все вышло ну и лучше конечно и с обратной стороны все есть проделала отверстие но это все надо потом подправить замечательно замечательное шило вот еще раз повторюсь что с этого набора мне бы так не удалось проделать потому что но оно не вгрызается я со всей силы давлю вот уже дошел до этого а дальше оно не режет а здесь благодаря острым граням вот благодаря острым граням оно прорезает и не цилиндрической форме как раз оно так при повороте делает как бы прорезание прорезание в материале и в общем так ну в общем все посмотрели как шило работает как это устроено вот вот единственное еще покажу допустим колпачок самому интересно это у меня сейчас его достану это от пинцета у меня вот такой был может быть подойдет все да кстати отлично подошло так что вполне можно кстати еще возникла мысль может быть знаете от чего это подойдет от шприцов может такого покрупнее конечно шприц надо взять чтобы сюда померить подошло тоже будет такая защита для того чтобы ящики с инструментами валялось не тупилось и не было травмоопасно вот такой вот стэнли 65491 а где-то на маркировке 0 вначале добавляют у них такая маркировка странная все спасибо за просмотр надеюсь вам понравилось ищите в магазинах если вам такая штука надо мне вот иногда оно надо и приятно когда в ящике с инструментом есть вот полноценное полноценное вот такое вот шило то есть не надо там то есть мультитул мультитулом это когда я с мультитулом а шило отдельно в виде инструмента тут и вот очень удобно вот так в руку прямо здесь видите твердый серенький пластик такой же как здесь прям вообще тактильные ощущения замечательные от пользования этим шилом вот я доволен то что меня осенило во время съемки что возможно подойдет от шприца как раз таки действительно подошло вот возьмем шприц пятерка пять миллилитров значит берем вот эту штуку это наконечник с иглой и снимаем колпачок и вот этот колпачок четко подходит к шилу как будто он для него и был создан то есть он так на него плотненько насаживается чувствуется как он не болтаясь скользит и четко доходит до упора и там шило нормально себя чувствует вы видите то есть если кто такое шило приобретет то вот вам совет как защитить кончик и довольно доступное решение если повредится сломается то всегда можно опять купить этот шприц он копейки стоит и можно использовать а еще вторую особенность тоже не заметил производство Франце Стэнли в Штатах ну масса в Китае и Тайване но вот есть видите и французское производство вот теперь полноценный обзор получается все всем еще раз спасибо за просмотр еще раз всем пока до новых видео